Главная ценность города – люди. Они его дух, его сила, его капитал. Успешные и позитивные люди – богатый, харизматичный город. Люди делятся своей энергией с городом. Чем отвечает город? Индустриальное строительство 60-х обеспечило миллионы людей персональным жильем. Изменились структура и облик города. Отсутствие автомобилей, большое количество зелени создавали уютные безопасные дворы. За полвека радикально изменился стиль жизни. Личное пространство сократилось до стен квартиры. Автомобили захватили город. Людям нужен живой, безопасный, здоровый и устойчивый город. Опираясь на эти постулаты, мы предлагаем новый морфотип города, основанный на законах биогиоциноза. Города, который как живой организм будет развиваться и приспосабливаться к запросам социума. Благоустройство приватных и общественных территорий, создание сервисной инфраструктуры, разделение транспортных и пешеходных потоков, низкоскоростной транспорт будут мотивировать жителей больше времени проводить в своем квартале, что снизит маятниковую миграцию. Проектом предусмотрено переселение в новые дома только жителей сносимых зданий. Мы не предлагаем строить коммерческое жилье и увеличивать численность жителей в квартале. Емкость новых жилых домов позволит уменьшить пятна жилой застройки, за счет чего высвобождаются значительные площади под общественные зоны. Спальный район уступает место многофункциональному образованию. Полицентричность формирует новые точки притяжения, наполненные возможностями для жителей. Идеально подходит для этой цели окруженный транспортными магистралями и наименее комфортный для жителей 77-й квартал. Идея проекта – преобразовать этот участок в общественно-образовательный центр, включающий в себя транспортно-пересадочный узел, культурно-просветительский центр, студенческий кампус, предприятия торговли, сервиса, оздоровления и спорта. Расположенная в середине квартала городская площадь станет центром всего района, где могут проводиться ярмарки, фестивали, городские праздники. Для повышения лояльности населения предусмотрены специальные мероприятия по снижению шума, организации временных парковок, площадок для детей, дополнительных дорожек. Реализуемость проекта базируется на базе существующих инженерных сетей и оптимизирует процедуры переключения коммуникаций. Разработан метод блочного переселения, который позволяет существенно сократить сроки реновации. Объектом волны по методу блочного переселения является не отдельный дом, а группа домов, объединенных по инженерному и территориальному принципу. В соответствии с новым морфотипом города, квартал формируют урбан-блоки, представляющие безопасную закрытую территорию, приватную гостиную, предназначенную для жителей этих домов. Несколько урбан-блоков объединены в квартал и имеют свои общественные гостиные, где за счет освободившихся в процессе реновации площадей появляются возможности для размещения социальных объектов, спортплощадок, парков, полезных сервисов и услуг. Гостиные кварталов доступны не только жителям урбан-блоков, они привлекают жителей других кварталов, развивается внутренний и внешний туризм. Проницаемость кварталов разными видами транспорта – важная составляющая идеологии живого и безопасного города. Благодаря сочетанию дорог разного назначения и их продуманной конфигурации, транспортные потоки разделяют и создают максимальные удобства. Особым приоритетом внутри кварталов пользуются пешеходы и низкоскоростной транспорт. Городской общественный транспорт движется только по дорогам внешнего контура квартала. Подход к благоустройству основан на глубоких исследованиях состояния природной среды. Его тезис – сохранение и восстановление естественного природного каркаса, выполняющего экологически защитные эстетические функции. Международный консорциум архитекторов и проектировщиков представляет проект, призванный вернуть город его жителям – нынешним и будущим. Какой Москва будет через 60 лет? Мы думаем об этом сегодня.